Я совершенно неожиданно наткнулась на их Москвы. Мне никто не говорил о том, что такая радиостанция уже есть. И я ее стала... запомнила эти волны. Там был, по-моему, то ли 87, она была какая-то другая, не FM-частота. И я ее стала искать, потому что у нас был хороший приемник, какой-то настоящий, японский. Его Сашин отец привез откуда-то из какого-то круиза. Поэтому ловилось все замечательно. И я его регулярно слушала, когда была возможность. Потому что я тогда работала работу. И работала работу с известной тебе Шан Томас на сериале «Красная империя», который делали англичане. Поэтому я частенько бывала дома и слушала их Москвы. И поэтому узнала про Пуч оттуда. Ну и сразу же возникла какая-то потребность что-то делать. Но так как я была тогда сильно беременная, вот этой вот девушкой, вот, тогда она была маленькая и столько не говорила, вот. То меня, в общем, посадили под домашний арест, вот, и велели никуда не ходить. А Саша, вот, как бы, отец ребенка, вот, он, естественно, не устоял против такой замечательной возможности. И все три дня сутки там проводил. Вот, а так как у него замечательно геологическое, как бы, было прошлое, вот, у нас, слава богу, были всякие фляжки, прекрасные рюкзаки, вот, и прочее снаряжение для того, чтобы замечательно чувствовать себя в самых неожиданных условиях. Вот, и эти рюкзачки я ежедневно собирала с безумным количеством бутербродов, вот, с тем, чтобы хватило не только Саши, но и всем тем людям, кому понадобится еда. Вот, и со всем этим скарбом он каждый, в ночь, каждую, как бы, уходил туда, к Белому дому, вот, и проводил там время. Объявили же комендантский час, вот, до какого-то времени, а всяческие дела, которыми нужно было делать для вот этих прекрасных английских людей и для этого сериала «Красная империя», они требовали каких-то разъездов. И если мне память не изменяет, я должна была быть на Фрунзенской, там, где находятся архивы, главное архивное управление, и там же находится часть центральных архивов. И что-то, видимо, мне было там нужно, сейчас уже не помню, что. И я там была. Ушла я оттуда без всякой информации, несолно хлебавшей, и побрела себе через этот прекрасный садик, где нельзя курить, по-моему, это там, на Фрунзенской. Ну, курить мне не хотелось, потому как было запрещено тоже. И я увидела какой-то гастроном и решила почему-то туда зайти. Вот. Я туда зашла и увидела, что около какого-то отдела скопилась небольшая очередь. Я подошла и посмотрела, что на витрине выставлен сыр российский, а с продуктами было как-то не очень хорошо. Я подумала, о, кусть счастья, сейчас я куплю много сыра. Вот. Вот. Посчитала в кошелечке, поняла, что денег хватит на много сыра. Вот. И решила еще сходить куда-то в другой отдел и на всякий случай решила предупредить впереди стоящего человека о том, что я за ним стою. А впереди меня стоял такой очень высокий человек, мужчина. И я так... Ну, ты понимаешь, мы всегда испытываем некие затруднения, потому что мы не можем сказать «месье», «сэр». Вот. Месье. А мне как-то очень неловко было говорить этому человеку «мужчина». Вот. Но тут, слава богу, он обернулся, и я обомлела. Потому что ровно передо мной стоял в очереди за сыром знаменитый режиссер Элем Климов, который снял «Иди и смотри», «Агонию». Я застываю, вот просто как вкопанная. И вместо того, чтобы сказать, вы знаете, я отлучусь ненадолго в другой отдел, я ему говорю «Здравствуйте». Кажется, его Элем Николаевич звали. Я его называла по имени-отчеству. Он не изменился в лице, подождал так немножко. Тут я пришла в себя и сказала «Вы знаете, мне нужно отойти». Он сказал «Хорошо». Я сбегала в какие-то другие отделы, купила какого-то хлебусика, вернулась. Вот. Мы торжественно с Элемом Климовым купили просто столько сыра, сколько отпускали в одни руки. Я вот держала в руках вот такой шмат сыра. И была такая гордая и счастливая, что я такая добытчица и тоже приношу пользу. Потому что они-то все там рискуют жизнью, в них могут стрелять и так далее. Это было вот на второй день. И я, зажав этот шмат сыра, прижимая его к груди, вышла из этого магазина, пошла там какими-то переулками. И, по-моему, на Комсомольском проспекте, мне нужно было переходить на другую сторону улицы, я увидела как раз, что там шли танки. Я не знаю, могли они там быть или нет, но я их видела. Вот их было там немного, это была не колонна, но вот несколько штук, они там как-то проходили. И мы, застыв на светофоре, там было довольно много людей. И Климов тоже был вот в этой группе людей, пешеходов, которые ждали, когда включится светофор. Мы в гробовой тишине это вот выстояли, ну, эту минуту какую-то, а потом просто как зомби, вот так чик-чик-чик-чик-чик. Мы перешли эту зебру, оказались на другой стороне проспекта, и все разошлись. Единственное, о чем я жалею, мне почему-то потом, когда я уже пришла домой, мне показалось, что как-то я странно поступила. Что вот я поздоровалась с Климовым, а мне нужно было с ним поговорить об этом, ну, о том, что происходит. Потому что это, мне казалось, что он нашел бы, наверное, какие-то вот правильные слова. Потому что мы же ничего, как ты помнишь, мы не могли никаким образом... Не то чтобы понимать, что происходит, было ощущение того, что происходит что-то очень значительное. То, что может изменить жизнь, отношение к ней и, главное, отношение к стране, в которой ты живешь. И я заметила, что во всех этих бесконечных телефонных разговорах, которые я вела со всеми друзьями и знакомыми все эти дни, я заметила, что исчезло это определение «эта страна». Как-то вот все стали говорить «мы у нас». И четкое было разделение на «мы» и «они». Ну, то же самое, что и сейчас. Вот есть «мы», а есть «они». Но тогда это был такой мощный водораздел, нас разделяла просто какая-то гигантская пропасть. Вот между этими людьми, которые устраивали пресс-конференцию, и шикарно совершенно про нее рассказывала Таня Малкина, которая задала этот замечательный вопрос. А вы понимаете, что вы вчера устроили переворот? И как раз у Янаева затряслись руки. И мы все это видели, и это показывали по центральному телевидению. Как они это могли пропустить, до сих пор полная загадка, но тем не менее по телевизору мы это видели. Мы увидели, что у этих людей трясутся руки и бегают глаза. И не было ощущения победителей, но внутри стала рождаться какая-то такая мощная надежда, ну, вот такое вот совершенно замечательное ощущение, которое я передать тебе не могу. Но оно было. Мне было дико страшно за Сашку, потому что, зная его характер и способность попадать в самые невероятные ситуации, я волновалась о нем очень сильно, но при всем при этом у меня было ощущение невероятного подъема. И на второй день, когда он забежал в дом за очередной порцией съестного, и я расспрашивала его о подробностях, потому что днем, когда я разговаривала со своими подружками, все делились какими-то невероятными слухами о том, что там чуть ли не какие-то казаки с нагайками, ракетные боеголовки и так далее, и что там у Белого дома происходят жуткие вещи, вечером мне Саша рассказывал истории из первых уст. И поэтому я, как мне казалось, в какой-то мере владела там ситуацией.